Всем привет, друзья! В этом видео вас ждет небольшое сравнение смартфонов Umi Digi Bizon и Umi Digi Bizon GT. Главное отличие, как вы уже видите, это, конечно же, блок камер. В Umi Digi Bizon 48-мегапиксельная камера, а в Bizon GT 64-мегапиксельная камера. И во второй половине обзора этого, конечно же, я уделю время примерам снимков и их рассмотрению, сравнению. И я думаю, вы много чего интересного узнаете, короче говоря, из этого ролика. Так что, пожалуйста, досмотрите его до конца, это очень-очень важно. Говорить долго о дизайне я не буду, смартфоны мне нравятся, действительно. Они очень схожи, практически нет никаких отличий. В Bizon GT немножко больше сам блок камер его расширили вниз. Ну, понятно, чтобы под размеры самого смартфона это смотрелось более органично. По толщине корпуса ничего не изменилось, по модулям, которые размещаются на корпусе, абсолютно ничего не поменялось. Все практически то же самое, абсолютно. Есть разъемы для наушников, есть Type-C для зарядки, есть крепление для шнурочка. Сзади находится динамик, в общем, все-все-все то же самое. В руке смартфоны ощущаются приятными, реально устройствами, реально современными, крутыми и очень тонкими. Конечно, это совершенно два разные смартфона по своей платформе, потому что здесь процессор всего лишь Helio P60, а здесь у нас в GT версии Helio G95. Есть у смартфона небольшие потупливания, когда включаете смартфон, вот разблокируете, или бывает, когда шторку меню опускаете, оно бывает подтормаживает. Об этом я говорил уже, а вот оно, видите, опять подтормаживает. В полном обзоре Bizon GT я об этом уже говорил. Но, в целом, по ощущениям смартфоны реально очень идентично работают, практически никакой разницы нет. Дисплей здесь увеличили, стал он размером 6,67 дюймов. Это хоть и не намного, но все же заметно. И, как видите, по размерам смартфона реально видно, что он стал больше. Оба дисплея имеют разрешение Full HD+, IPS-матрицы, и у них практически нет никакого отличия, разве что экран на GT, он все-таки более холодный. Видите, если мы открываем белый фон, мы видим, что на Bizon обычном изображение более желтое, а здесь более синее. Вот это такое у нас основное отличие. Ну и, конечно же, то, как установлены камеры. В Bizon GT это каплевидный вырез, а здесь, то есть в обычном Bizon, а в Bizon GT это уже отдельная камера, которая стоит прямо в дисплее. То есть более крутой, более современный смартфон. Ну и стоит он практически, ну не практически, ну, грубо говоря, процентов на 60-70 дороже GT-версия у нас стоит. Также здесь поменялась память. Здесь стало вместо 6 в Bizon, здесь стало 8 гигаперативки, а памяти постоянной осталось также, 128 гигабайт. Что касается аккумулятора, то в Bizon обычном это 5000, здесь это 5150. Но в Bizon GT в комплекте идет просто отличнейший блочок с силой тока, не помню сколько, но, короче, выдает он 33 ватта в итоге. Это очень много для подобных смартфонов, для китайских. Подобный блочок был только в Black VBV9100, в УКИТЛ К13ПРО, я такой видел блочок, ну, может еще в каком-то одном. А так в основном у всех 18, максимум 24 ватта. Здесь же 33 ватта, очень мощный блок, который заряжает смартфон с нуля до сотки менее чем за 2 часа. А если говорить о параметрах, например, там с 20% до 70%, то это вообще занимает там каких-то минут 40. То есть это реально очень быстрая зарядка для подобных, опять же, смартфонов. Оба смартфона у нас имеют бортики сверху и снизу над дисплеем. И это реально помогает им немножко лучше держать удар при падениях плашмя. Но сами смартфоны очень хорошо прорезинены, они приятно сидят в руке. Правда, камера задняя, блочок вот этот, он выпирает и там, и там. Я не считаю, что это сильно круто. Реально, когда вы кладете смартфон, то он у вас на камере болтается. И сама камера будет немножко царапаться. Давайте сразу перейдем в камеру и по-быстрому сравним, что у нас есть в режимах камеры. Как видите, практически одинаковая менюшка визуально. Только здесь у нас надпись картинка, а на GT уже прямо написано фото. Я думаю, вы сразу видите, что Bizon старается сделать более теплую картинку, а на GT у нас уже какая-то синева появляется. Ну, так оно и есть. Сейчас я вам в примере фото все это разберем. Из дополнительных режимов в Bizon обычном есть только панорама, прорежим, ну и ночной режим. Здесь прорежим вынесен отдельно, а здесь помимо этого есть и макро, и ускоренная съемка, и панорама, и гиф, и фильтры. В общем, в прошке, да, чуть больше возможностей, но по сути это не особо отличается на качестве этих самых возможностей. Итак, что интересного. Широкий угол есть и в Bizon GT, и в Bizon обычном. Это у нас широкий угол. А, кстати, макрокамера в Bizon также присутствует, просто она включается прямо в режиме фото, а не отдельно. Что касается видео. По видео Bizon снимает максимум Full HD, потому что процессор Helio P60 не может снимать 4K. Ну, а здесь у нас в Bizon GT максимальное качество записи это, конечно же, 4K. Но 60 кадров мы не увидим ни здесь, ни здесь. Только 30 кадров. Ну, а что касается фотографий, то, конечно, в теории, 64-мегапиксельная камера, которая на Bizon GT установлена, должна снимать круче. Но это лишь в теории. Давайте-ка посмотрим практику и будем уже подводить итоги. Сразу отмечу, что по цветовой температуре, четкости, да вообще по всем параметрам съемки, это абсолютно разные камеры. Фото с Umedigi Bizon будут слева, Bizon GT, соответственно, справа. Ну и плюс снимки подписаны в верхней части, я думаю, с этим понятно. На первом снимке мы видим, что Bizon сделал более теплый снимок, GT более холодный. По четкости здесь Bizon GT сливает однозначно, при том, что фото делалось в безветренную погоду и руки не тряслись. Второе фото и покажет нам всю суть алгоритма в обработке фото на Bizon GT. Фотография чрезмерно выкручена в четкость. Каждая мелкая деталь видна и видна неестественным образом. Все очень резкое, дерганное, короче говоря, не то. Bizon же при этом тоже не сказать, что прям блещет качеством. У него все более смазано. Третье фото покажет нам хорошо цветопередачу. Забор в реальной жизни более напоминает такой цвет, который выдает именно Bizon. В GT версии изображения уж слишком холодные. Ну и конечно же оба снимка не отличаются большой детализацией. В Bizon смазано все, а в GT все очень-очень резко. Но на четвертом фото видно, что Bizon уже чрезмерно теплый снимок сделал. Кожа очень желтит. А Bizon GT при этом сделал более адекватный тон кожи и даже его чрезмерная резкость в данном случае не кажется неуместной. Следующий снимок покажет, как у нас будут видны надписи. Давайте сначала взглянем на тарелку. На Bizon она мыла. На Bizon GT она очень резкая и винты креплений видны очень хорошо. При этом взглянув на сам текст мы увидим, что Bizon просто мылит картинку, но она остается без искажений. А вот Bizon GT страдает хроматическими аберрациями. Вокруг темных объектов, в данном случае темно-красных, отчетливо видны белые силуэты. И это не круто. Ну и последнее фото. Здесь я хотел показать, что Bizon довольно часто делает кашу на заднем плане. Деревья левее хоть и смазанные, но все же ветви видны. А с правой части снимка вовсе сплошная каша. Ну а Bizon GT в своем репертуаре. Все очень резко и неприятно для глаз. Итог по этим камерам таков. Шо то не очень, шо это так себе. В общем вы все видели сами. В описании я оставлю ссылки на все эти фотографии и еще парочку. Все они подписаны, можете скачать и уже сами сравните. Ну что друзья, как вы поняли это два. Это первый, а это второй защищенный смартфон компании YumiDigi. Вы только что посмотрели кратенькое сравнение этих двух смартфонов. И посмотрели особенности как работают их камеры. Пишите ваше мнение по поводу этих смартфонов, особенно по поводу камеры. Ожидали ли вы таких результатов или не ожидали. Обязательно подписывайтесь на канал, не проходите мимо. Всем удачи и до новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok